дорогие в этом видео я хочу рассказать вам об одном человеке который жил 120 лет назад примерно моем городе хейвард его имя гончаренко агапий украинский русско-украинский священник от моего дома это место где-то полторы мили сейчас еду к нему и хочу вам заснять небольшой такой материал его жизни и небольшая биография благо мне сын подарил на день рождения электро велосипед и байк но и заодно испытаем его на деле поехали и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... За разоблачительные письма в Лондон к Александру Герцену выслан в Россию. По дороге бежал в Лондон. В 1860-61 годах был наборщиком вольной русской типографии Герцена. Поместил в колоколи «Некролог» от Тараси Григорьевича Шевченко и другие материалы. Выпустил 100 глав в «С предисловием». Начиная с 1861 года, печатался под псевдонимом Агапий Гончаренко, дабы не подвергать репрессиям родственников, оставшихся в Российской империи. Спасаясь от преследования российской охранки, с 1864 года жил в США. Преподавал греческий язык и совершал богослужения на греческом и церковнославянских языках для небольших русских и греческих общин. Печатался в журналах, был членом редколлегии библейского общества и редактировал перевод Библии на арабский язык. Издавал русскоязычную газету «Вестник Аляски» «Аласка Гералт» Сан-Франциско с 1862-1872 год с русским приложением «Свобода», которые были ориентированы на бывших подданных Российской империи, продолжавших жить на Аляске после ее продажи в 1867 году Соединенным Штатом. В 1873 году газета «Свобода» выходила на русском, английском и украинских языках, стала первой русскоязычной и украинскоязычной газетой в США. В 1890 году был связан с Украинской радикальной партией. Впоследствии продал типографию американцу Джорджу Герзинку. Часть полученных от продажи средств передал Смитсонскому институту в Вашингтоне и библиотеке Конгресса США. Русские шрифты передал банкровской типографии в Сан-Франциско. Был женат на Альбини Гитти, итальянкой по происхождению. Жил в городе Хейварди, где мы сейчас проживаем. И умер 5 мая 1916 года. Похоронен вместе с женой на ферме, которая занесена в официальный список исторических мест Калифорнии под номером 1025. С 15 мая 1999 года бывший хутор Агапия Анчаренко получил статус Государственного заповедника Украине. Вот так. И здесь мы живем с 1990 года. Оказывается, до нас уже был беженец по религиозным мотивам. Мы с Советского Союза, а он с Российской империей. Вот так-то, друзья. Так, ну ладно. Покажу вам. Где похоронены этот священник. Это памятник. В 99-м году это место решили сделать лендмарк исторический. Вот здесь его ферма была. И здесь место, где он похоронен со своей женой. Здесь стены с информацией. Отец Агапий. Это его жена Альбина. 50 лет они вместе прожили. Это их домик. Это вся история, чем они здесь занимались. Выращивали выращивали тыкву, выращивали подсолнухи. Написано 44 инча в диаметре. 44 инча Это сколько? 44 инча. Не знаю. Не помню. Короче, большой. Вот это вот под этим деревом они похоронены. Дерево уже засохло. Ну, не знаю, сколько ему. Лет 100, наверное, есть. Может, 50. Ну, 100, наверное, точно есть. И оно пропало. Что-то заболело. И уже, я думаю, еще несколько лет ее придется убирать отсюда. Вот здесь это их могила. А такое вот breathtaking view говорят американцы. Это захватывающий дух панорама. вот здесь открывается. Прекрасное место для могилы. Я потом еще сниму его с квадрокаптера. посмотрите. это view сверху. Наш город и прилегающие городишки. Там далеке Сан-Франциско отсюда с этой камерой не будет видно. Вот скамеечка здесь. Спью такой прекрасный. вот знак трезубец Украины. Вот я сажусь тут и вот смотрите прекрасное view. можно посмотреть сюда можно посмотреть туда. Самотео Бридж далеке. Может быть эту камеру не будет видно. Прекрасный вид. А вот здесь их могилки. Вот две. А тут закрыто. Я не могу зайти. Ну видно тут две могилки. Ну вот. Такие вот. Прекрасно. Отдухотворенное тихое спокойное место. Только птички. Не иногда чирикают. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот, небольшой тур окончится Спасибо, что досмотрели до конца и за ваше долготерпение